Эта история началась еще два года назад, когда некая управляющая организация решила освоить новые территории. В качестве объекта присмотрела 84-й дом 9-го микрорайона. Тут же поспешила провести заочное голосование среди жильцов. Правомощность этой процедуры, кстати, вызвала у экспертов массу сомнений. После чего начала предъявлять эквитанции об оплате коммунальных услуг. Одна беда – большая часть собственников не хотят менять старую компанию на новую. Обе конторы до сих пор претендуют на управление жилым зданием. По словам независимого эксперта ПЖКХ Юрия Бубнова, к которому жильцы обратились за помощью, новая управляющая компания заключила договоры только с иркутскими ресурсоснабжающими организациями. Получается, сбор, то, что они на сегодняшний день осуществляют сбор за содержание якобы незаконно, потому что они ничего не содержат, за коммунальный тоже незаконно, потому что они не оказывают. У нас на сегодняшний день заключены договоры только с прежней управляющей компанией. И только они, получается, обеспечат. И на каком тогда основании они выставляют счета. Заложниками ситуации стали собственники квартиры злополучного дома. Конфликт не решили даже в судебном порядке. Вопрос о законности деятельности новой управляющей компании в рамках заседания даже не обсуждался. Кому оплачивать содержание своего имущества, сегодня не возьмется утверждать ни один жилец. А вот управляющая компания, обслуживающая ангарчан до скандальной истории, продолжает делать это и сейчас. Были вопросы, когда люди застревали в лифтах, и единая диспетчерская служба звонила мне, для того, чтобы мы решили эту проблему. Были вопросы с аварийными ситуациями в системе канализации, когда топило на первых этажах квартиры и офисы, и не могли решить эту проблему. Наши специалисты там выезжали, этим занимались совместно с аварийной службой. Специалисты Иркутской организации прокомментировать ситуацию готовы. Вот только встречу с журналистами почему-то все время переносят. Поставить точку в этой истории могут только сами жильцы. А именно организовать общее собрание и оценить работу обеих компаний. Или вообще выбрать третью. И, наконец, решить, кому и за что будут платить. Яна Попова, Михаил Терышкин, Владимир Селиванов. Местное время.